Добрый вечер! Сегодня у нас что там на дворе? У нас сегодня выходные, суббота, и мы с тобой встретились в Голливуде. Мы с тобой встретились в Голливуде, сидим в обычном торговом центре, здесь люди гуляют, какие-то шумы. Я вижу надпись Голливуд, я вижу надпись Голливуд, вижу эти холмы, эти пальмы незабываемые Лос-Анджелевские, и передо мной сидит великая российская, советская, постсоветская мультикультурная актриса, которая снималась в безумно потрясающих фильмах, которые облетели все эти страны постсоветского пространства. Люди продолжают смотреть эти все фильмы, вспоминают свою молодость, вспоминают своих родителей, вспоминают то время тяжелое, в которое жили их близкие, родные, они сами. И опять же, все это ты, ты это икона, картина, ты это лицо, которое, извиняюсь, жива до сих пор, да, вот это сохранило себя, потому что я опять же говорю, что там, кто не писал в интернете, где-то там в газетах, передо мной сидит тетка, лет 50, замученная, недоспала, потому что работает погода, солнце, а солнце влияет на кожу. Ты можешь мне объяснить, ты вот сейчас в том месте, в котором ты хотела очутиться, когда тебе 76, потому что тебе сегодня 76 лет? Ты подтверждаешь то место, где мы сидим? Ты понимаешь, где ты сидишь? Я понимаю, что я сижу в королевстве кривых зерка, которое называется лоджик-фри-зон, что это помойка, которая живет по законам джунглей, и мне очень грустно осознавать, что представители СНГ, которые живут в Америке, не люди-стервятники на 99,9%. То есть, когда люди не очень образованы, когда у них в мозге ящериц, интеллект, мыльницы, и, как говорится, все, что их интересует, это бабло и котлеты, да, и еще грязные сплетни в соцсетях. Это проблематично. Но при всем при этом, вот у этих персонажей Малини Лича, самодурство, патологическая штабность, патологическая алчность, это просто уже диагноз. Слушай, ну, я сейчас включу мозг идеи постсоветского человека, и он обычно думает, что в Америке живут самые лучшие. Это неправда? Не самые умные собрались здесь, не самые лучшие, не элита собралась. Боже упаси, как раз все нечто скопилось. Абсолютно. То есть приезжают вот эти бандиты. Потому что я знаю, сколько советские люди зарабатывали, когда люди приезжают, которые жили в Советском Союзе, и скупают здания по четыре, пять этажей, по три-четыре здания, и платят каш. Это явно не зарплата советского человека, это явно бандит. И они натащили свои армии родственников, которые не работали там, нигде, не здесь. Они захватили все эти бюджетные квартиры, армяне обанкротили мне, у них тут личная схема, тут целая армия калявщиков. Я лично человек примитивный, как грабля. Я работаю, мне комфортно. Вот у меня есть работа, мне это нравится. Я работала семь дней в неделю, двенадцать часов в день, на очень высоких каблуках, но мне было комфортно. Вот все эти схемы, все эти кошмары, вот мне даже непонятно, чем они занимаются. Но я уверена, что жить по принципу наглости, есть ума не надо, это хорошо до пары давления. Можем ли мы сейчас тобой вспомнить тот момент, когда ты покидала Россию уже, Советский Союз распался, ты покидала Россию? Вот с каким настроением ты уезжала в Канаду? Ты уезжала туда жить или ты просто поехала туда на разведку? Ты вышла замуж. Где вышла замуж, в Канаде или в России? В России. В России. Вот. И потом после этого муж сказал, поехали. Угу. Или как? Да. Вот ты можешь мне объяснить этот момент вот такому парню, ну такому 35-летнему, что значит тебя отправляли в посольство? Ты была красивая, ну ты и сейчас красивая, это никто не спорит. Что ты там такого делала в посольстве, что они хотели тебя отправлять туда без конца? Ты же не говорила на английском, или ты уже говорила тогда? Называется, я была International Party Girl. Дело в том, что на английском языке я тогда не говорила, но я прочла всю мировую литературу. То есть я начала читать два с половиной года. И где-то к четырех, к пяти я уже прочла всю детскую литературу, которая вообще в природе существовала. А они говорили на русском? Да, там они многие говорили на русском. Братья Гримм, сказки Андерсена, сказки Пушкина, сказки Толстого, Мальчишки Бальчин, Степолина, Буратино. И перешла на взрослую литературу. И мне было немножко непонятно. Я говорю, мама, четыре года, почему-то, Антьяна, где-то волшебное желание. Мама говорит, ладно, наверное, пить хотела. Я говорю, так почему, что на ботичку не пьет? Так что я пошла на взрослую. И поэтому иностранцам было серьезно. Ты сказки им читала в посольстве, в канадском посольстве, в Москве? Нет, мы обсуждали Тургейну, мы обсуждали Гетта, мы обсуждали Чехову, мы обсуждали Булгакову, Достоевского. Кстати, в Америке очень любят фразу Достоевского. И они даже не знают, что Достоевский сказал, но они эту... Я думаю, и никак они эту фразу применить к себе или могут. И от меня это поражает. Уже давно пора разобраться, что все эти цветы революции, что все эти изменения режимов, они приводят к кошмару. Новые террористические группировки, Ирак, Айсис. Россия распалась в массе. То есть ты склоняешься к тому, что должен быть царь? Я склоняюсь к тому, что каждая страна должна заниматься своими делами. Хорошо, вот этот момент меня очень интересует. То есть ты тогда уже была в браке, когда ты ходила в посольство, правильно? Да. И там на тебя кто-то глаз положил. Ну, на меня довольно много людей. Ну, это понятно. Тебе невозможно. Дело в том, что я закончила музыкальное училище не раз по МЭЛу. Я закончила их хореографическое училище. Поэтому я играл Рахмалина, я играл Скрябина. Я когда закончила музыкальное училище, я играл концерт для двух фортепиано с оркестром Скрябина. И им было просто самое интересное, потому что я и пела, я танцевала любые балетные, ну, бальные танцы. Я играла на рояле, я обсуждала с ними все. Потому что я, например, американскую литературу и английскую намного лучше, чем «Выходцы из Хаврета». Или «Гелла», или «Люнджи». Они не знают, про что говорю. Они даже не знают, что такое Теодор Драйзер. И что именно он написал американскую трагедию. И что вот этот фильм «Место под солнцем» — это именно по этому роману. Но я считаю, что роман намного сильнее, чем фильм «Хотя». Элизабет Тейлор получила «Оскар». И, кстати, недавно было интервью с очень моей любимой актрисой. Я в свое время ее безумно любила Джейн Фонд. И это самое. Вот есть фильм. Ну, был фильм. В Советском Союзе его показывали. Раненых, потому что они пристреливают, неправда ли. Да и шут, курсы, тонны. Это было блистательным. И она, кстати, неплохо выглядит. 90 лет. Я 90, а она делает все пластические операции, выглядит прекрасно. Вот смотри, мы отвлекаемся. Я просто хочу вот эти пробелы заполнить. Так я про что это говорю? Вот про этой любви я хочу, понимаешь? Ты меня все отвлекаешь, а я хочу тебе про эту любовь. Какую любовь? Ну, вот эту канадскую любовь. Ты можешь мне объяснить? I don't kiss and tell. То есть, скажи, ты не поехала за паспортом или зачем? Нет, дело в том, что… Объясни мне, пожалуйста. Я объясню. Ты же была великая. Я просто к чему веду? У тебя все было. Нет, великая – это немножко перебор. Это мой муж любил говорить, что я такая же талантливая, как Джульетта Мазина и красивее, чем Катрин Дено. Многие в интернете пишут, что ей не хватало, что она уехала за границу в тот момент. Я скажу, что… Дело в том, что все фильмы остросюжетные, которые мы хотели снимать, все кидали на полк. То есть… Почему? Ну, потому что считали, что это… Вульгарно? Нет, потому что… Ну, например… Нет, считали, что вы даже такой сценарий, как «Князь Серебряный». Считали, что это опасно, потому что «Пречнина» будет напоминать ПГП или там. Но у нас была нервно-больная цензура. И нервно-больная цензура, которая постоянно вестела, как булыжники на руках у людей, которые хотели создавать замечательное произведение. Поэтому, я говорю, остросюжетный фильм даже не дали снять фильм Сергею Семеновым. Хотя мы столько времени готовились к этому. Когда навязали в фильме «Емилиан Пугачевцев» и прийтили снимать «Высоцка». То есть постоянно один удар за другим. То есть вот мы отдавали душу, сердце, себя целиком. Но то, что отдавало себя советскому кинематографу, никто не спорит. Да, кинематограф – это кислород и для Салтыкова, и для Кули Ременко, и театр для моей мамы. То есть я впиталась с молоком матери любовь к искусству. И это было счастьем. То есть этот консульский работник или посольский, он был для тебя окном в мир кино в Канаде, в котором хотел бы ты снимался, правильно? Да, дело в том, что Калыч Аташи увидел фильм «Полинь трава горькой». В Советском Союзе по поводу этого фильма люди слегка недоумевали. Потому что в Советском Союзе люди не могут сойти с ума. Это просто политически неверно. А с границей, наоборот, они обожают такие фильмы. Это «Блэк Свон». Они, да, хотели сойти с ума там. Там в Сильд – это самое. Или, например, «Самбуди флорова Кококлок», Джек Николсон. Они все счастливы. То есть для них это… Вот они обожают фильмы о людях, которые… Это скатушь. Потом мы уже посмотрели «Клоун», «Джокер» – это сумасшедший фильм. Да, да, да. Вот такого плана? Да, они обожают. Но, кстати, когда я приехала в Канаду, я поняла, что там визуально любят моего мужа. Еще больше, чем в Советском Союзе. Там была книга «New Line Russian Cinema». Это было о Тарковском, о Кончаловском. И Алексею Слатыкову. Три режиссера, которые фундаментально поменяли вот манеру снимать кино. В том случае снимали, свинаркает по стул, все веселятся, все там в поле. Да, все довольны там такие. Вдруг Алексей показывает коров, которые падают, у которых ребра выступают. Вот. Но дело в том, что Тарковский и Кончаловский, они очень-очень популярны за границей. И безумно их там любят. Там, например, Тарковский снимает в стиле Антонионе, там «Движственный проход», ну, покойный. Они, это... Кончаловский снимает фильмы, которые на Западе вышли, «Высокороценные». А Слатыкова любили Русский. Намного больше. Потому что им было понятно. Он снимает эмоции. Его фильмы – это динамика. Это про нас. Это «Я вижу себя». Это про меня. Им неинтересно. Съемки не в фокусе, все эти самые... Ну, такие замарские там, Трюфо, Антонионе, Лануш. Это не для советского зрителя. А то, что снимал Алексей, было понятно. Поэтому его... Его фильм – это лидеры проката. В интернете написано, что этот брак с канадцем был фиктивный. Это правда? Ты признаешь, или это не так? Ну, дело в том, что каждый брак – это всегда, как говорится, 50-50. Любой брак – это 50-50. Потому что одно дело... А встречаемся с чем-то. А другое дело – решай, с кем ты будешь проводить... А свою жизнь? Все в свою жизнь. Да. И эмоции – это замечательно, но нужно все-таки думать, как можно с человеком действительно ну, сосуществовать. С утра до ночи, да, круглосуточно. Сосуществовать. И мне просто очень повезло в жизни, потому что я встречал очень ярких, талантливых, самодостаточных мужчин. Но, к сожалению, самые яркие звезды очень быстро сгорают. Я потеряла очень много. То есть дорогие мне люди, с которыми я была счастлива. Ты приехала в Канаду. Я приехала. В Торонто. В Торонто. Я прекрасно к нему относилась, он меня обожал. Для него было самым высшим развлечением, чтобы от стресса немножко отойти. Ездить по магазинам. Какой стресс. Приехали в Канаду, хорошо все. Нет, приездить в самые дорогие магазины. Я там два часа меряю дизайнера. На тебя, да, потому что приехала из Совка и заняюсь в Советском Союзе. Нет, ну я одевалась очень хорошо, потому что все дипломаты мне привозили потрясающую одежду. Моя мама дружила с мариканами, которые, ну, в реке. И поэтому у меня всегда была очень красивая дядя. Но мой муж развлекался. Это как третья волн. Она, это самое, пошла в шопинг, он сидел в кресле и кольцовал. Потому что иногда мужчинам надо расслабиться. Из-за того, чтобы пить какую-нибудь дрянь или курить какую-нибудь дрянь, посмотреть, как красиво женщина выглядит в купальнике или там в каком-нибудь вечернем платье. Вполне нормально. Своя девушка такая. Ты весела, да. У меня была проблема с мамашей, потому что мамашей была кошмар. Папа была такой нормальный, но мать, это был кошмар. Она была совершенно... Кто захотел расстаться? Ты или он? Я. Ты уже сказала, все, хватит. И ты хотела вернуться обратно, либо как? Нет, дело в том, что я стала изучать английский язык с дикой сквозь, чтобы объяснить своей свеклой, что она оцминог, что она пиранья юдовитая, и что ей место в крематоре. О, май гад, ужас! Я ненавидел. Нет, потому что на второй день, когда я приехала, она, значит, да, решила пойти в магазин. А до этого вы не виделись, когда ты приехала ТОА? То есть до этого они не прилетали в Москву заранее, да? Его родители нет, но с ним был очень... Он очень начитный. И что меня потрясло, владеет 6 языков без акцента свободно. Поэтому он работник консульства был. Он говорит на испанском без акцента, на итальянском без акцента, на французском без акцента. Он гениальный просто парень. Русский прекрасный, начитанный. Мы могли очень много... Очень было интересно с ним общаться. И он меня просто боготворил, у него мамаша. Потому что я, значит, иду в магазин, покупаю помидоры и цветную капусту. Ну, второй день, просто как я приехал, она устроила такую истерику, она так орала, я думала, она меня укусит. Она сказала, ты сошла с ума, ты покупаешь цветы... Причем у них три дома, они миллионеры. Ты покупаешь цветную капусту и помидоры в магазине, таком дорогом, когда на другом конце города все можно купить за русский язык. А Торонто он же огромный, там пока есть в руках, там три часа. Откуда я знаю? Я еще английский не знаю, я даже не знаю, где Туалет, это на английском языке. И в общем, она меня постоянно тренировала, и его тоже. Ты же ему говорила, что она мне как бы... Я бы спросил, что она мразь. В общем, я переехал. Что так сразу? Нет, а вот мама Алексея очень меня любил, она меня просто опалжал. Вот когда сказали, что подорожает золото, она в магазинах выставила по пять-шесть часов в очереди, и торжественно мне приносила золотые цепочки, там серьги. Оля, я просто хочу понять, вот как ты, ты уехала, у тебя получается два, извиняюсь, грубо говоря, мужика остались там, да, или как? ты можешь это объяснить? То есть ты, получается, за третьего вышла и уехала так, а они там остались? Да. И это была ошибка, потому что с любимыми не расставайся, потому что я хотела работать в Канаде, мне это было интересно. Калыч Атташи мне сказал четко, какие-то рокы его, он сказал, Канада молодая страна, нам нужны таланты, вы очень, вы такая талантливая девушка, он говорит, что жена послала, ваш фильм смотрела пять раз, каждый раз она приносила коробку с клиноксом, она просто... Рыдала. Она рыдала. Она говорит, я все понимаю без слов, она говорит, это просто что-то, не вообразил. В России очень сложно было, если снимался, ну, очень. Ты когда приехала, там люди узнавали тебя? Где? В Канаде, в Торонто, это же русскоязычный город. Нет, тогда там было очень мало русских. Нет, ну как, меня очень быстро там познакомили, ну, с местной элитой. С кем надо? Да, с местной элитой. Я буквально начала, через неделю уже сниматься. Меня тут же эта элита познакомила с французским режиссером и продюсером Луида Гранде и с его женой Мартой, причем это очень талантливый люди, и вот Март, в отличие от русских женщин, которые злятся, постоянно, и безумно боятся, что кто-то хочет увезти их мужчин. Если мужчина хочет, то пиво увели, его уведут, не хочет, не уведут. И мужчин страшно не любят, когда за ними шпионом. И поэтому, вот эта Марта, она мне сказала, Оля, я посмотрела ваши фильмы. И я боюсь у своего мужа. Нет, она мне говорит, пью, а Оскар материал. Она говорит, вот это материал, который выдвигают на Оскар, на Оскар, вот ваша работа. Она прекрасно сказала, что ей нечего бояться, что я с огромным уважением, в свою очередь, отношусь к ее работам, потому что, ну, я смотрел какие-то фильмы, вот. И они, между прочим, какое-то время жили в Америке. И они Америку не намерят, потому что они потеряли все деньги, потом там были проблемы со здоровьем, неправильно лечили, там еле-еле ноги унесли, полуживые, абсолютно без денег, потеряли все, их просто очень хорошо кинули и развели. Ну, история знакомая. Да. Ну, к счастью, у них были родители в Новоскорше, и они там пришли в себя, завязали рамы и пошли работать в сторон. И в ужасе вообще вспоминали Америку, говорили, Оля, ни в коем случае туда не езжай. А ты поехала? Нет, я не собирался одно время ехать, но когда я потеряла маму и Алексея в одно и то же время, я думаю, что это у меня lame excuse, но я думаю, что вот у меня логика, интуиция, инстинкт, все это перестало работать. Я говорю, колор, температур, инстинкт. Ну, Оля, у тебя еще все в тренинге. Я хочу, я хочу уточнить этот вопрос. В каких картинах ты снималась в Канаде? И сколько их было? И что ты там делала? Потому что, согласно Википедии, ты снималась только в странные горизонты. Нет, я снималась в телевизионных фильмах, я работала там. Сериалы? Сколько их было? Какие? Что это вообще? Ты можешь? Херзлокинг от ее. Ну, это, между прочим, вот в этой статье. Потом Crazy People, Херзлокинг от Чива. В основном, потом фильм Америка снимали, телевизионный фильм, снимали в Торонто. Потом я снимала в фильме Night Shit. Я играла. Большой список. Огромный список. Я здесь работала все лет. Дело в том, что в Канаде, когда я стал работать, то вот эти режиссеры, продюсеры, они поняли, что я человек очень профессиональный. Я, во-первых, появляюсь в 5 утра. Я знаю не только свою роль, я знаю весь сценарий, но и все. Я работаю с одного дубля. Для Канады это очень важно, потому что они снимают малобюджетные фильмы. Поэтому там... И надо с первого дубля. Да. Быстрее скорее. Второй дубль со мной снимали только, если это нужно было у операторов. То вот другой ранг. Поэтому я снималась больше чем, чем канадский актрис. Потом они вообще плящатся, что там кто-то на наркотиков, кто-то напивается, кто-то опаздывает. Требуют какие-то заморские... Там привезите мне там из Дью-Йорка самолетом там на обед. У меня все железно. Мне нужен морковный сок и кое-что. И я вполне... Необычного вам, да. Да. И я себя счастлива. Я помню, как мы снимали где-то за Торонто. Они, значит, привезли пиццу, привезли там разный итальянский, потом привезли суши разные, потом у них сто с бутербродами, там пирожными. Типа закуски, да. Да. Он подходит ко мне, говорит, Толя, мы понимаем, что звезда такого уровня, как вы, привыкли к совершенно... к совершенно другой... Идеи... Вообще, вы извините, что у нас так все скромно. Они просто не поняли, что в России... Я была счастлива, когда бабушки местные мне приносили на съемочную площадку картошечку в Монзире. Потому что седой было очень сложно. Но это было в советское время. Сейчас ты уже со всеми по-другому. Нет, это было в советское время. Я просто говорю, они... Там всего было столько, там вообще-то в бездне остались в таллы. И они извинялись, что так все скромно. И мы знаем, что вы другого уровня актриса, что это... Да, но мы просим прощения, когда там еды было вот так. Уже человек 50 было на корне. Ну, смотри, эта история в Канаде, она такая же, похожая на советского. Когда у тебя все было, ты снималась, ну, как бы тебя любили, все знали. И ты опять разворачиваешься, так сказать, да, и уезжаешь в другую страну. Чем это было вызвано? Какой вот что-то... Нет, вот чем это было вызвано, объясняю. Дело в том, что... Когда я еще была в Советском Союзе, мы с Алексеем постоянно ходили на охоту, можно сказать, за сюжетами. Мы с ним ходили в библиотеки, в свободное время, в ежные магазины, и приносили добычу во войсках, и там иностранная литература, там разные книги. И всегда было так, что я только возьму иностранную литературу в руки, Алексей тоже хочет читать. И мы начинаем мрачно вырывать журнал друг от друга, выходит мама, говорит, что за шум от драки нет. Алексей говорит, Надежда Ивановна, поясните Оле, пожалуйста, что я первый нашел этот журнал. Это ребячество какое-то. Нет, ну, мама всегда говорила. В шестом классе опять началась мужчина возня. Нет, ну, я же сказала, мы с Алексеем велись... Ну, Алексей вел себя как дворечник с шестого класса. Он постоянен. Вот обязательно какое-то хулиганство надо придумать и меня вовлечь. А потом мы в милицию. Звоним маме, чтобы она нас засела на поруки и забралась в милицию. Алексей постоянно меня подбивал. Оля, я не хочу вот эту личную жизнь, но вообще вот как вот жить было вот такое вот в таком состоянии, что ты знаешь, что у тебя муж и еще этот парень возле тебя. Это что вообще такое? Советский Союз. Это что за распущенность такая? Никакой тут распущенности нет. Просто дело вот что. Я была очень счастливым человеком общаться, так я говорю, с уникальными женщинами. Моя мама, моя бабушка, Тамара Федоровна Макар, Екатерина Фурцева, Марина Влади, Майя Плесецкая. Майя Плесецкая и Щедрин это великая супружеская пара людей, которые создавали шедевры. И Майя Плесецкая встречает Сашу Гуданову, моего лучшего друга. Мы дружили втроем, Саша Мартенов, Саша, ну это такая элитная рижская молодежь. Там еще Боря Галчин, Володя Качян, которые учились потом в Щукинском. И когда мы все уезжали, мама говорит, ребята, я вас очень прошу, присмотреться за Олечка. И они прекрасно на мной присмотрели все. Я была в Милене, они были мушкетюрами. Там еще Леня Филатут. Потом Миша Садор, знаешь, что-то... Конечно, да. И вот это потрясающе, ребята. Я вечно плакала, что девочки меня обижают, грызут за то, что у меня толстые щеки. Они говорят, не обращаем внимания. Доставали мне контрамарки, мы смотрели. Инцесса Тарандот, в Ахтангельском еще. Мы ходили по улице Горького, но сейчас это называется как? Тверская? Улица Горького. Как это называется? Да, Тверская. Да. Снег падал медленными хлопьями. И мы жили... В преддверии того, что что-то прекрасное произойдет. Произошло. Ну, это очень талантливые ребята. И они очень дружили. И не было никакой зависти. Это была любовь, поддержка. Они друг друга просто обожали. Когда вот стали терять сначала Леонид, потом Мишу. Это, конечно, жалко. А как борем за это? Борем Галкину. Он все еще... Да, я не знаю. Я не знаю этот момент. Очень мило. Это великолепные ребята. Так что я хочу сказать? Вот. Блестецкая. Встречает Гадунова. Блистательного актера. Блистательный танцор. Блестецкая. И у Саши Гадунова. Помните ли? Была необыкновенная магнетическая... Какой-то магнетизм. Боря Галкина, да. Все хорошо у него. 76 лет. Ага. Ну вот. Это самый милый человек. Вот ему привет. Это мой самый милый друг. Алексей его тоже приглашал. И вот я говорю. Дело в том, что играть с человеком, с которым какая-то необыкновенная, необъяснимая связь. Это очень непросто найти такого человека. И вот Саша Гадунова был тем самым человеком для Майи Президевской. А Кулия Ременко был тем самым партнером для меня. Вот есть человек, какой-то магнетизм, который не объяснит. Я смотрю, как ты об этом всем говоришь. Для тебя это, ну, как бы, тебя это пропитывает, понимаешь? Ну да. И я говорю, тебя вот просто нет. Ты как будто обрезала, ты покинула, уехала в Канаду. И потом опять возвращаюсь к моему вопросу. Что тебя сподвигнуло уехать в эту Америку? Где мы вот сейчас с тобой сидим? Так вот я про что говорю. В этом Голливуде. А, так вот я про что говорю. Почему я так долго и нутно рассказывал, как мы с Алексеем бегали за проектами? И мне в руки попалась иностранная литература. Фильм, там, роман «Барьер» Павла Визенова. Я прочла. Ты читала этот роман? Нет. Я просто обалдела. Это, ну, это как Олеся Куприна, но это намного круче. И это сама мама прочла, она говорит, Оле, это ты, это уже про себя написано. И когда, я же много раз была в Болгарии, мы там снимали. Я знакома со всем. Тогда Болгария это была, ого, ого. Ну, это была, Болгария, они, это самое, Болгария, нет, это самое, воробей не птицы, Болгария не за границу. Всем туда мотались постоянно. Ну, я просто почему-то говорю. Ну, не все. Ну, мы снимали, да, в фестивале я там получила призы. Нас с Колей Рюнко там называли «Млада надежда советского кино». Да. Вот. И я познакомилась с Христо Христоф, и они хотели, чтобы я играл эту роль. Но дело в том, что Алексей запускался со своими фильмами, и там мужскую роль играл в Смутоновске. Я безумно хотел играть, но мы уже запускались. Ну, я этого месяца не оставил. Причем и Христоф, и все сказали, Оля, вот девочка эта очень милая, но это была твоя роль, конечно. Я не бешеная была в Востоке о том, как этот фильм сняли. Я подумала, что в Америке можно снять намного лучше. Но в Канаде я могла найти только миллион долларов. А когда я ездила на американский кинорынок, то я встречала инвесторов, которые читали. Ну, «Синопс» у меня, кстати, там в машине хотелось бы показать. Все хочешь, я сел там «Синопс». Они говорят, это потрясающая история. Да, это потрясающе. То есть ты ездила на разведку, приезжала заранее, пыталась какие-то контакты наводить, а потом решила, я поеду. Ну, сказали, что Оля, это классная история, это очень часто востребовано. А вот когда я встретил одного режиссура, который прочел этот самый роман, он говорит, потом мне рассказывает, я прочел роман, и тут же стал его читать второй раз. Тоже. Ну, захлеб, да, когда читаешь, так хочется еще раз, еще раз. И он, потом мы встречаемся в ресторане, он молчит. Молчит. Он мне говорит, вы сошлись с «Странглз» этого романса. Это невероятно. И что произошло? Что? Потом начал он снимать что-то делать или? Нет. Потом получилось так, что нужно было найти героя на этом фильме, замерить все. Потому что там сложные съемки, поэтому за миллион этот фильм невозможно. Но здесь ничего не снимешь за миллион, да. Тем более сейчас-то вообще. Вообще смысл. И мне туда обещали очень серьезные деньги. И в Англии, там Тимоти дал, там было очень взаинтересован. И все произошло из-за Павловича Край. Они придумали. Подожди, прости, хочу вот пробелы. Так вот именно из-за того. В каком году ты начала ездить, сценарий показывай, и когда ты переехала? Помнишь, да, хотя бы так примерно? Ну, где-то сценарий я начала показывать где-то в конце 90-х. Нет, в начале 90-х. Ага, ну в серединке там, наверное, это, да? И потом ты перебралась, спустя 12 лет, когда ты прожила в Канаде. То есть это в 2005-м ты приехала сюда? Нет, я же приезжала в 90-х. Да, ну переехала как будто окончательно. Ну, я приезжала, я переехала, потом опять поехала ночью. Я моталась туда. Когда ты перестала ездить в Канаду? Ну, вот в конце 90-х. Подожди, в каких? В 2000-х нам получают? В 90-х, в 98-х. То есть сколько лет ты уже в Америке? 20 лет, что ли? Да. О, вау! Уже больше 20 лет. Ага. А, понятно. Я говорю, это все. Дело в том, что из-за того, что я вкладывала деньги в аппаратуру, которую я посылала в Россию, из-за того, что я вкладывала деньги в этот роман, потому что я должна была купить права. И тут вон там. Я в это вкладывала деньги. Я начала к тебе практично. Получается, фильм не сняли, сценарий на полке. Не знаю, сценарий у меня. Сценарий у тебя? Который, да, я написала при помощи одного британского профессора. Что с фильмами, как актриса? То есть ты хотела состояться как продюсер? Нет, дело в том, что вот эта история, которая произошла из-за Павла Чухрая, можно сказать, что Павел Чухрая – это подонок, предатель и подлец, каких мало. Это мерзость. Его фильм – это мерзость. Хотя они их выдвигают на Оскар, и после его фильмов хочется принять дурь с антибактериальным мылом, конъюнктурная дрянь. И он приехал со своей женой, которая надо мной открыто издевалась. И за мои деньги они меня оскорбляли, унижали. Перед американскими продюсерами, которые очень серьезно ко мне отнеслись, они мне перекрыли кислород за мои же деньги. Мне это бешеные деньги стоят. То есть для меня это был удар ножа в спину. Эта мразь, наверное, будет гнить в аду за то, как он со мной поступил. Ну, кстати, эта дрянь Марина – это бесформенная злобная туша, которая надо мной издевалась перед американцами. Они уже разошлись, как мне сказала Наталья. Все-таки бумерангом все возвращается. Но я уверена, что Павел Чухрай, в отличие от его гениального отца, это мерзость, которая будет гнить в аду. Он даже не сатана. Оль, я согласен с тобой, что он должен понести наказание и все остальное. Нет, ну вот он, я же говорю, я потерял бешеные деньги, потому что кормить этих мерзавцев наглых – это каждый раз, это мне стоило трехмесячные зарплаты, чтобы накормить эту Марину, его жену, которая выпивала по пять коктейлей, сжирала все на халяву, что только может. Скажи, а почему ты… Я просто обанкротилась. Почему ты так актриса не пыталась состояться здесь, в Калифорнии? Так я и собиралась состояться. Как актриса и празднуто, я сделала все проекты, да? Да, и получила удар ножа в спело. Это еще мягко сказано. И поэтому у меня желание вообще близко подходить к кино намного, на очень долгое время ушло. Ну, я думаю, что… И дело в том, что очень сложно иметь хорошую репутацию в Америке, при том, что люди злые, здесь соперники, тут… Это вообще… Сюда снижаются со всего мира, ну, чтобы добиться чего-то. Это вообще… Это вообще… Этот мир, киномир, он очень недобрый, много конкурентов. И когда люди проявляют интерес, желание иметь принять в этом участие, и вдруг они даже не знали, как реагировать, когда они увидели жуткое хамство в мой адрес, издевательство, обзывание, оскорбление. Они меня назвали психопаткой, ненормальной, наркоманкой, алкоголичкой, анарексичкой и проституркой. На тебя завидовали. Скажи мне, ты считаешь, что Чухрай… Это жена Павла и Гали Логина. Ты думаешь, что Чухрай сподвиг этих журналистов облить себя грязью в интернете и, соответственно, в СМИ или нет? Я думаю, очень… Дело в том, что я такого никогда не ожидала. Я боготворила у отца. Это именно его отец посмотрел первый тур, когда Герасимов был в Париже с Тамарой Федоровой Макаровой. И он попросил Григория Чухрай, посмотри, ребят, потому что, когда я поступал во мне, где-то 8,5 тысяч. На место? Не на место. А что такое ручки? Вообще, взяли 14. 8,5 тысяч. А, ой, там даже серьезно все было, да. А, 6 тысяч? Да. Хорошо, Оль, все они плохие, и я надеюсь, что… Нет, Чухрай, его отец, это гений. И, кстати, вот фильм «40», ты видел фильм «41-й». Да-да-да, я смотрел чайку. И как раз вот фильм, который Алексей хотел снимать, «Дезертиры», очень был бы похож на фильм «41-й». Но это «Великая отечественная война». Мне это очень близко. В современном мире много хочется гордиться теми, кто были вот тогда, но их дети, конечно, оставляют желать лучшего. Ты мне расскажи вот про эти все эти истории с журналистами, с российскими или с местными, которые там завязаны как-то с российскими. Ты, когда вот они к тебе подходили, ты чувствовал доверие какое-то у тебя возникло, недоверие? Зачем ты с ними не общался? Я же тебе сказал. Ты мне говорил, ты можешь еще раз рассказать? Я же тебе объясняю, что они мне сказали, что я давно хотел поехать в Россию, хотя бы чтобы к маме на могилу прийти, чтобы к Алексееву на могилу прийти, к Герасиму. Хотя бы просто, это моя страна. Это нормально, хотеть поехать на родину, домой. Многие, все, которые живут, они рано и поздно ездят, ездили, хотят. Да, ездили, да, но у меня всегда были сложности, потому что я выходила из одной катастрофической ситуации, попадала в другую. Вот благодаря таким подлым людям, вот, и когда мне предложили, что мы вам обеспечиваем дорогу, гостиницу, и все, то, естественно, я подумала, что у меня прекрасный шанс поехать, поделиться своими впечатлениями, поделиться своими наблюдениями. Кто тебе предлагал? Это Первый канал, это НТВ, кто конкретно? Ну, я с тебя сказала. Ты меня не озвучивал еще. Ты мне говорила, но мы не записывали. Это был Первый канал, это была программа, это сама, пусть говорят. Хорошо, а они что-то там записывали с тобой, потом они просто пропали. Нет, дело в том, что они не пропали, я им сказал потеряться и потерять мой телефон. Вот это был шанс, но я поняла, что я имею дело с тварами, и что они меня просто в лучшем случае скинут у трех вокзалов, и будут снимать, как я попрошайничаю, у трех вокзалов и копать смус. Ты никогда не будешь попрошайничать. Я хочу тебя обвернуть обратно в наше интервью, потому что с тобой, я говорю, можно проводить время с утра до ночи, с утра до ночи, с утра до ночи, говорить, говорить, потому что тебя интересно слушать. Я уверен, что соотечественники в России, на постсоветском пространстве, во всем мире хотят тебя слышать, слушать, видеть и говорить с тобой. Да, это потрясающе. Я тебя сейчас возвращаю в наше интервью. Я хотел бы немножко вот с тобой обсудить вот эти новостные вещи. Я приехала сюда исключительно ради проекта, потому что я поняла, что те деньги, которые нужно найти, чтобы сделать этот проект так, как его нужно сделать, один миллион, это просто не получится. Оль, тебе уже не 15 лет, как я уже сказал тебе 15 раз. Скажи мне, ты до сих пор хочешь этот проект совершить? Ты хочешь его закончить? Нет, я же не могу играть больше. Мне плевать. Может, тебе просто надо жить сначала? Мне его надо продать. Ты все-таки опять же хочешь продать? Нет, я не могу играть в него, но я же не буду девочку эту играть. Если ты его не продал... Дожди, вот ты уже много чего продала. Ты уже себя продала во все картины, тебя уже сняли, ты уже звезда. Может, тебе хватит продаваться? Может, тебе хватит уже продавать? Может, тебе хватит? Может, тебе надо просто жить счастливой, спокойной жизнью американской пенсионерки? Нет, ну это как-то странно. Да, я сейчас тебе расскажу. Российские пенсионеры сидят и они говорят, а зачем вообще, нахрена она там работает? Ты знаешь, что пенсионеры в постсоветском пространстве при выходе на пенсию они не работают? Ты знаешь об этом? А ты здесь работаешь. Тебе это надо? Ну, хорошо. А мне что, жить под пальмой? Да, Господи, не надо жить под пальмой. Скажи мне, ответь мне на три вопроса. Я тебе сейчас три вопроса задам. Это все равно, что я тебе скажу, а почему вот ты не танцешь танцем с маленькими клевыми? Я сейчас объясню, почему. Потому что вот эти люди, которые будут нас слушать, которые находятся в твоем возрасте и сидя в России, они будут нас не понимать. Они будут тебя не понимать. Что же ей надо-то, не могу понять? Смотри, ответь мне на три вопроса. Коротких. Потом мы обсудим новости, которые в интернете есть про тебя. Скажи мне, если люди какие-то из России скажут, Оля, приезжай в Россию, мы тебе купим квартиру где-нибудь там в Москве или в области, и ты будешь здесь нам читать лекции по отечественному кинематографу. Да, конечно. Только в области я жить точно не буду. Я люблю жить в цементе. Мне цемент. Тебе у нас возле дороги, в общем, возле шоссе. Да, мне надо жить там, где я знаю. Потому что я все-таки слепой человек. А для меня Москва сейчас как Китай. Мне надо освоиться. Я тебе про Москву расскажу, Джесс. Когда ты была в последний раз в Москве? 90-е. Как он-то? Третьим. С ума сойти. В интернет возвращаемся. Я пишу Ольгу Прохорова. Все ужасно. То-то-то-то-то. Ты мне скажи, пожалуйста, как ты вообще выжила? Тебе 76 лет. Ты прошла столько стран, столько времени. И ты до сих пор стройная, подтянутая, красивая. И даже если ты говоришь, что потеряла зрение, ну ты же видишь людей. Ты же работаешь. Ты переводишь. Ты работаешь переводчиком в американских судах. Сильных сторон. Профессионально. И документы эти хранятся, да, извиняюсь, там, в судах. И это является, ну, документами. Да являются документами. Нет, вот даже несмотря на русофобию, американцы меня считают человеком образованным, ответственным и ульябинцерумным. А ты что, считаешь, что есть какая-то вот эта вот проблема с русскими здесь? Русофобия вот эта вот? Ульябин. Это правда? Нет. Русофобия, она в основном даже не идет от американцев, она идет от украинцев, в армян и евреев. Вот мне проще с черными. Сейчас они ко мне хорошо. То есть им нравится мой фильм. Да. Даже потому что им приходится смотреть субтитры. Или кто-то им переводит. Они, им нравится это. И они говорят об этом. А от так называемых соматическаников я постоянно выслушаю жуткие мерзости. Слушай, русофобия, мне кажется, может быть из-за того, что идет война вот эта в Украине, и она временная, потом это закончится. Нет. Хорошо, а как насчет евреев? Евреев меня ненавидят. У меня просто реально ненавидят. Может быть, просто завидуют кто-то? Я не знаю. Мне кажется, завидуют. Какие-то были парни. Нет, дело в том, что одна девочка, которая недавно приехала в Бюзендешево, она, значит, как-то ездит в лифте, я тоже еду в лифте, и зашла мылася. И эта девочка говорит, говорит, Оля, вы знаете, я посмотрела фильм «Возвраты». Нет, вы так здоровы ездите на мотоцикле, я просто обалдела, как вы научились так ездить по холмам, еще перепрыгать. «Через обрыв». Да, она говорит, это потрясающе. Еще хороший фильм. Она говорит, это менеджер, вы видели этот фильм? Это, говорит, я всякую ерунду и дрянь не смотрю. Ну, как? Вот это отношение. Это не кассовое кино, конечно, это кинокартины, которые останутся навсегда. Если тебе кто-то в России предложит сниматься, ты поедешь сниматься в кино? Да, да. С удовольствием поеду. Я вот все с тобой пытаюсь обсудить. Ну, только не комитетин, но старушку. Мне подойдет играть в Дистри Котюне. Это как Голд и Хам. Она сказала, «I always loved to play babes, but I cannot play babes anymore. Now it's time to play в Дистри Котюне». Ты когда говоришь про кино, вот эти вот вопросы я тебе задаю, ты забываешься вообще. Вот, понимаешь, ты вот, мне кажется, забылась про то, что ты здесь, пока мы общаемся. И ты совершенно другая. Я возвращаюсь к этим всем новостям. Я даже читать, не хочу этот мусор. Ты мне скажи, понятно, что могли натравить и все остальное, да, ну, раньше вот, мне казалось, раньше людьми гордились, которые уехали из Советского Союза, из этого совка и добились каких-то высот или вообще просто, ну, живут там и радуются жизни. Нет, ну, вот, например, я раньше хорошо знал... В другом отношении. Нет, ну, вот, я, например, очень хорошо знал, что все с огромным уважением относились к Галле Логиновой. Да. Как это вообще то и сё бабло... Нет. Дело в том, что Галле Логиновой, которая меня просто ненавидит, и она как раз могла тоже подписать. Она говорит, жуткие вещи обо мне. Что я всю жизнь работала в эскорте. Но я так, как я джомофоб, я по определению не буду не продержалась в такой профессии. Что я вытолкнула Алекса это самое на улицу. Что я на рексинчика, что я психически ненормально. И Олег Миндов ей подпевал. Потому что когда я нашла инвесторов, и сумел рассчитаться с банком. Помнишь, я тебе говорю? Не надо. И с банком, и с компаниями, которые мне давали B12, Sound Acquipment, Kodak, сверхчувствительный Kodak. То есть огромное это видео. Я наконец нашла инвесторов в Нью-Йорке. Алексей нашел инвесторов. Я была счастлива, что я смогу рассчитаться. Потому что это, знаешь, как дамоков ввешиваться. Мне Олег видит, у меня тут кинь ты этот банк, кинь ты эти компании, приезжай сюда, забирай деньги, я тебе помогу вложить, и ты будешь эти деньги весь в десятикратном развитии. я говорю, Олег, а что ты вообще говоришь? Ты вообще слушаешь себя? Я говорю, Алексей знает весь мир. Я известный актрису. И мы будем вести себя как низкопробный, насекомый, мошенник, и мразь. Я говорю, что ты мне предлагаешь вообще? Все кинуть, опозорить имя моей семьи, меня, Алексея вообще? Я говорю, я слушаю, что ты, ты психически ненормально тебе лечишь. Вот. И вот эта Галя, и вся одна компация, они начали, что я ненормальная, что я то да сё, что я алкоголичка, что я проститутка, что я... Слушай, ну вот я посмотрю, если я смотрю на сегодняшних звезд, то они наоборот ищут какой-то скандал, вот такой похожий, наркоманка, алкоголичка, проститутка, и их наоборот это возвышает. А ты вот как-то переживаешь из-за этих статей. Может быть, это всё глупость, но и... Ну и как бы, ладно. Зато не забыли, тут такая Ольга Прохорова. Ты же знаешь, что многие в советских актёрах просто забыли. А тут открываешь, какая советская актриса там мега популярная. И тут смотришь, Ольга Прохорова, такая-такая, такая-секая. До сих пор обсуждают. Нет. А ты уже... И ты уже не снималась сколько лет? Больше 20 лет. Ты посмотри на актёра Панина, вот ты его мало знаешь. А он каждый день в скандалах, но уже не снимается в российском кино много лет. Поэтому это хорошо. Нет, я говорю, всегда хорошо, когда тебе пишут, за исключением некролога. Вот, вот. Поэтому, мне кажется, наоборот, это тебя сохранило, и теперь у тебя... Ты до сих пор ещё там есть, а тебя уже давно там нет. Понимаешь? Да, да. Потрясающе. Ты мне скажи ещё вот две вещи. Да, да, да. А насколько твоё зрение ухудшилось, и можно ли его исправить? Можно ли сделать операцию? Да, да, да. Чтобы всё прям вот классно ты делала? Нет, один глаз точно можно исправить. То есть, ты как бы можешь... Не то, чтобы я классно видел оно, чтобы я всё-таки, но не была такой потерянной, потому что... Ну, вот сейчас я вижу стилуи, я вижу тени, я вижу какие-то цвета, но не точно. Вот, понимаешь, ну, когда я выхожу на улицу, это ужас. Потому что вот эти мопеды, я их не вижу. У меня просто чистая интуиция. Ну, это можно всё решить. Понимаешь? Ну, я говорю, что это самое... Это, конечно, мне очень портит жизнь, потому что, когда нет машины, я не могу водить, потому что я не вижу, куда я взял. И нет выхода на интернет, наше время это невозможно. Понимаешь, нажать тупо две кнопки... сколько стоит операции сделать тебе зрение? Нет, я тогда, вот когда говорила, помнишь, я тебе говорила, что полицейские нашли мне врача? Сколько он сказал? Нет, он обычно берет где-то 20 тысяч вот так. Но в России это стоило, наверное, 3, 2, 5, максимум. Я не думаю, что это... у меня же не было 20 тысяч. Но он готов был бесплатно сделать, это менеджер ему не позволил. Я же говорю, в Америке огромные суммы идут на здравоохранение. Но вместо хороших, квалифицированных специалистов у них армия. Useless, worthless, этих существ, species. Он им пей ролл. And they sending letters. Deny, 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 deny. They deny the thing. And they get paid. Тут вообще очень своеобразное. Ладно, мы не будем сейчас... Я понял, то есть ты готова сделать эту операцию и, как бы, в принципе, у тебя проблем с здоровьем таких особо нет. Правильно? Ну, в принципе, да, я бы сказала. Тебе еще там, ну, что-то такое, вот, фруктиков каких-нибудь, да, может быть? Да. Ну, там есть какие-то мелкие проблемы, но это все... Я же тебе говорю, все проблемы идут в основном из-за стресса, потому что... Вот я, например, вообще не обзор. У меня должно быть... тебе скажи, да, ты прямо, я смотрю, ты, наверное, бургеры каждый день ешь. Нет, но я люблю еду, которая мне нравится. Вы слушали, знаешь что? Я слышала. Ну, я знаю, что ресторан Ави, это потрясающий ресторан, но там я буквально, я тут не вылезал. Вот когда я приезжала на американский кинорынг, это единственный ресторан, который мне нравится. Если меня хотели найти, звонили в Ави. Они говорят, вот тут Оля, она где? Они говорят, там вот она сидит на патио, там разговаривают, скажем, а эти ребята, которые работают в Ави, они говорят, Оля, мы скоро вот факс машину поставим тут, потому что люди все время звонят, спрашивают. Ну, они были очень довольны, потому что, если я приду, потом подтягиваются, один, другой, пятый, девятый, и приходят... Ты могла бы там стендапы читать? Не, ну, слушай, я тебе говорю, они очень хорошо ко мне относились. Я же тебе говорю, что популярность можно высчитать в Канаде или в Амирске, потому как тебя относятся в ресторан. Вот в Канаде, Ну, а в России тебя бесплатно кормили вообще? Ну, да, прям разбежали. Так, слушай, я прихожу в ресторан со своей группой, ну, друзей. Да, у меня все, у меня друзей полно. Вот сейчас там человек 20, если бы я была в Канаде, приезжали бы с машинами, с водой, с моими бутылочками, там никакой головы, а тут пойти за водой, захлоркать, головная боль. Если у меня бороют по дороге мою тележку, то я уже дойти не могу, у меня порно, у меня связки порно, вот это надо починить тоже, потому что я хромой. Вот, у меня такое впечатление, что битое стекло. Вот, и это самое, в Канаде прихожу, все места заняты. Они говорят, без проблем, столик, из-под сопки, принесу, приносит столик. Я говорю, вот тут освещение невыгодное для моего лица. Они говорят, хорошо, и стольки летают вокруг ресторана три раза, до тех пор пока недовольны, что у нас весь... Ты можешь вот этот момент еще с недвижимостью в Москве, вот, с тем, что у тебя было там, да, в Риге, все вот это вот, ты можешь это передать своим близким, родственникам, которые могут послушать вот то, что мы сейчас с тобой будем говорить, да, еще про это, про это вот, как можно было оставить Ольгу Крайсерову без всего? Ну вот, послушай меня, ты какой-то странный, вот поэтому я тебе говорю, вот ты мотаешься со своими этими, ну, красивыми, да, маме, там, квартирами и так далее. Это все замечательно. Ольгу Прохорову, ты же не простая какая-то тетка, которая там где-то что-то на базаре стоит, ты же Ольга Прохорова. Ты не понимаешь, или можно оставить вещей, что людей, и просто оставлять без всего, людей находят в колодке. Родственники матери убивают своих детей, дети убивают своих матерей. Я тебе говорю, одной, вот я, это форензик форензик. Женщина была больна, ее дочь за ней смотрела, она получала там, вот, это инкомсаппорт и все, она получала это, там, социал секьюрити, все. А потом как-то произошло, что там дом нужно было сносить, и стали выносить, значит, холодильники, и там кола нашли. Там поняли, что там не то с этим кола, какой-то запах нет. И еще, короче говоря, вызвали полицию, на 10 лет получала все, а мамочка в это время находилась скула, ну-ка. Хочешь сказать, что, слава богу, что не трогали, не тронули? Да меня бы закопали, замотали бы в асфальт. Скажи, у тебя нет зла, не держишь обиды? Я не держу зла, если бы у меня был большой самосвал, я бы проехалась по ним дважды. У меня, я же тебе сказал, человеку очень злопарный, если я держу зло, я держу зло, конечно. Но мне очень хочется посмотреть им в глаза, весь оставить меня без всего, отобрать все, драгоценности, отобрать фотографии даже, моих родителей, маминой ордена медали. Папа так много работал. Я унаследовала ревскую квартиру от папы, это он ее заработал. Бабушка у меня оставила дом на Азовском море, дачу. Я им дала возможность жить в Риге и попросила ухаживать за квартир за папиной могилой. Что они сделали? Они все продали, а папина могила это помойка. Ну, такие люди, ну, как можно с такими людьми разговаривать? И оставили у меня даже последнюю крышу над головой мой кооператив, который я заработал в Крозе, он тоже набрал. Была бы у меня, я же говорю, была бы у меня эта квартира, моей бы ноги тут не было, мне тут делать вообще не было. Ты бы жила в своей квартире, да? Последний вопрос, потом мы уже в следующий раз продолжим. Скажи мне, если бы ты вернулась в Россию, ты бы могла преподавать актерское мастерство? мне Батал предлагал преподавать актерское мастерство. Ну, режиссеру. Но дело в том, что у меня огромный опыт, я могу делиться своим опытом, а опыт у меня очень богат. Помните, у меня очень богат. то, что я смотрю, это, ну, дело вот в чем. Вот, когда я между делал со студентами, которые читают, которые смотрят фильмы, которые слушают музыку, а я у меня делал с людьми, которые вообще ничего не знают, ведь актер, это как билент. Чем больше ты знаешь, тем больше грани, чем больше грани, тем больше света, тем больше разных цветов. Когда люди ничего не знают, сюда приезжают в основном с Украины, они говорят, ну, я хочу работать в кино, я буду звездой или там звездуну. Я говорю, да, замечательно, я говорю, а где учиться? Нигде, мне это не надо учиться, я так могу. Ну, люди понимают, что сколько не учить, всегда этого будет мало, будешь учиться до бесконечности. Но тебе это интересно еще, вот это вот, вся вот эта актерская карьера, актерская деятельность, работа с студентами. Ну, вот я говорю, мне было бы интересно работать со студентами, когда со студентами можно общаться, но когда ты общаешься не с людьми, а с какими-то существами, которые понимают котлеты бабло, это сложно, потому что я очень устаю в Америке переходить на примитивный язык людей, людей, которые читают только в средних магазинах. Ну, к сожалению, таких очень много, да. Ну, иногда меню в ресторане, ну, очень сложно, вот я разговариваю с людьми, они не знают, что такое Курская дуба, кто такие подольские курсанты, где Краснодон, кто такие молодогвардейцы, я выросла на этом, я желаю этим, я все пропускаю всегда через себя, я все фильмы пересказываю, я книги пересказываю. У тебя потрясающая память, ты просто, ты помнишь все, вообще все, это потрясающе. Ну, да, и это самое, я помню все, и я пересказываю книги, я же говорю, адвокаты, вот американские, они говорят, что мне надо показывать цирки за день, они говорят, это у тебя какая-то Давайте я в кино показываю, не в цирке. Нет, у тебя кассета у кого-нибудь Ну, это потрясающе. Это, поэтому ты была, наверное, такая востребована актриса, потому что ты вот так вот, наверное, все на лету схватывала и, соответственно, пересказывала, потому что огромный текст. Ну, да, потому что, я же говорю, я выросла в театре, я смотрела, будучи совсем крошечной, все репетиции, все спектакли, читала все, что подробно, под рукой было, вот, и родители покупали мне книги, они знали, что я с ума схожу, как я люблю читать. А сейчас читаешь, что ли? Нет, ну, ты даю. хотя бы аудио? Нет, ну, аудиокниги слушаешь? Нет, у меня нет аудио. Я человек, который живет сейчас, очень просто, как, ой, это, кстати, один человек, приехал, один еврей, с Украины, да, он говорит, а вы знаете, что такое такс? Ну, так, типа, разговорит со мной, знаешь, я говорю, нет, не знаю, я только из пещеры вчера вылез, вот я с таким, не, ну, слушай, ну, многие слушают аудио, они читают таким образом, то есть, они так и говорят, я читаю аудиокниги, вот так вот, нет, я слушаю внимательно все программы, о, завтра будет моя любимая программа, Axios, обожаю, знаешь, эту программу? да, это очень классно, правильно. Оль, я не хочу больше себя мучить, но, я тебе должен еще один вопрос, задать? Давай. Плохой вопрос. Вот если, не дай бог, если, не дай бог, я услышу, что Ольге Прохоровой там не стало через 30 лет, но она до сих пор, до сих пор в Калифорнии, да, она не вернулась в Россию, не езжала в Канаду и не в Болгарии, и вдруг меня спросят, вот, ты вроде как с ней общался 35 лет назад, и она тебе не сказала, где она хочет, вот, чтобы ее похоронили? Я хочу, чтобы меня похоронили с котиками и собачками, сожгли. Сожгли где, в Америке? В Крематуре, с котами и собаками. Должны бы они у тебя в Россию, куда-то, может быть, я хочу, чтобы меня сожгли с котиками и собачками, здесь, потому что, я не знаю, сумели отъехать до России, но я говорю, есть ли это, дело в том, что вот даже когда у меня была мощная поддержка со стороны Алексея, со стороны Герасимова, Тамары Федоровны Макаровой, Екатерина Фуни, все-таки, столько было дряни, грязи, сколько было оскорблений, очень злобные бабы, очень. И было очень непросто, как я сказал, мое любимое выражение, Шарльс и Диккенсы, это было лучшим временем, это было лучшим временем. А сейчас, я вообще без защиты, а вот эти уроды, моральные, они всегда 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 таргет вулнерабл пепл. Ну, не повезло просто с людьми, Оль, ты так уж не ответила мне конкретно. Так я объясню. Нет, ты мне не сказала, тебя должны кремировать, ты сказала, и что, и развеять прах надо... Вместе с котом и собакой. Ну, серьезно? Ну, серьезно. Поэтому, мои друзья, ты мой фрайц. Вот я говорю, даже ты белая собака, только я села, она подошла. А ты вернешься туда в России и займешься каким-то творчеством, она вся... Я нас сошел. Ты знаешь, я тебе скажу, я настолько близко была к могиле, я буквально стояла одна на ногу. Никаких могил. Я тебе сказал, 35 лет минимум еще. Вот, я рад тебя... Твои слова, да бога боже. И тебе хотеть. Для меня самое главное, это, понимаешь, чтобы прожить достойно, потому что жизнь, можно вообще там, продать душу землю и жить. Нет, нет, нет. Понимаешь, а я имею в виду, жизнь достойна. Ну, ты видишь, ты хочешь в центре, прямо в Москве, а я не знаю. Вот центр Москвы дорого сейчас стоит. Может, где-то на окраине хотя бы. Ну, главное, что близко от метро. Если близко от метро, потому что я же сказал, я же не ориентируюсь, мне трудно было. Ну, да. Не знаю, куда. В Москве все-таки в центре я знаю, потому что я там все равно на окраине. Я рад тебя слышать, я рад тебя видеть, и я надеюсь, что все сложится хорошо. Просто надо хорошее настроение, хороших людей, и все будет классно. И, ну, да. Если бы были такие люди, как ты, побольше было бы эко, конечно... Ты не там ищешь. Жизнь была бы намного лучше. Значит, смотри, я трещаю в Италии. Когда? В каком году? С кем? Дело в том, что в Италии с большим успехом шел фильм Емельян Пугачев. И мои портреты на белой лошади висели на всех мостах. И когда я в Канаде, это приблизительно было, по-моему, если я не ошибаюсь, это было 89-й, вот что-то в этом роде, вот такое, вот 9-й. Да, и я познакомилась с сенатором из Италии. Он говорит, а, я видел этот фильм, значит, вот у меня будут разные приемы, вот ко мне друзья приезжают. Я бы очень хотел там, потому что всем этот фильм понравился. Он посылает самолет с охранниками. Честно. Я прилетаю в Рим, и мне надо лететь в Сесле. Ну, знаешь, это остров. Он покруче, чем каприд. Да. Ты ставишь и выступаешь. Да. Но дело в том, что мне надо было пересесть на вертолет, отталые таможенники. Ага. Они говорят, как-то мата-харинет, это садилы, русский, помнишь, да, русский пан. Они слегка так это самое, стали нервничать. Я говорю, я приехал по приглашению в Сената. Он должен вас забрать и подписать, что он несет за вас соответствует, что вы не шпионка. Все. Ну, я действительно была похожа на монет. Не даром меня постоянно приглашали играть агента КГБ или еще что-то в этом роде. Ну, вот ты видел, что тогда. И все. Вот. Они звонят ему, вы должны за ней приехать и подписать бумагу, чтобы не сделать ответственность, что она не будет заниматься шпионской деятельностью. А? Он говорит, еще не ледная погода, вертолеты. Пока мы там разбирались. А, ты там застряла? Я там застряла. Где, значит, начальник, Мурсич, такой молодой парень, симпатичный. Он говорит, вы мне извините, я прекрасно понимаю, что вы никакого отношения к шпионам не имеете, что вы прелестная, красивая женщина. У нас такие правила. Это я так... Ну, я, говорит, I'm gonna make up, врач. Вот. Он говорит, вот, это самое, вам, американский класс, и вы... Мы вас высадим там, где дизайнер, клоусин, все такое. Вот. И вы там погуляете, посмотрите, а потом я вас заберу, мы пойдем в ресторан. Вот. И вообще, говорит, пусть и здесь подольше. Зачем объехать к этому сенатору вообще? Ну да. Я вам покажу, Рием, да-да-да-да. Я говорю, я время уже несколько раз было. Да. Я, значит, иду, это, Долчика Бандут, и там было, это самое, Сэл. Ну, там, где-то 40% диска. И там, пусть и такое, знаешь, сваровские кристаллы. Но для актрисы одеваться, это очень важно, да. И это самое, очень хорошая цена, я купил это в Бусте. Долчика Бандута. А валюта была, все, да? Он мне дал Американ Экспресс свой, и свой пароль. То есть, unlimited. Unlimited. Классные были времена. Да. Да, и он, значит, меня встречает, он говорит, вот у меня ланч, поехали в рестарр. Он говорит, ну как, вам понравилось, что вы купили? Я говорю, вот я купил такой, вешелый, он говорит, очень красивый. Это все? Я говорю, все. Он говорит, почему только это? Скромная советская девушка. Нет, он не так сказал. Потом мы пошли в ресторан. Самый дорогой ресторан у меня привезет. Там все, что хочешь, антипаста, то и все. Я говорю, я хотела бы капучино. Я говорю, как вы смотрите на то, если мы с половиной чиз-пицца? Ну, это такая, я люблю всем плейн-пиццу. Наш, не подалтельно-то. Ничего там, да? Да. Он говорит, а что еще? Я говорю, все. Он так подумал. И воражен, другой лучше. Потому что, понимаешь, меня... Другая бы, там, заказала бы. Не, потому что, это у меня, там, один мальчик, ну, мужчина, который хотел, она унесенес, он говорит, приезжает, тут одна девица украина. Вот, все берут меня в ресторан, в ресторане, заказываю, что хочешь. Канадцы очень хорошо зарабатывали. И они еще обижались, почему так мало заказывают. Это... Это самое. Он говорит, тут приехала девочка из Киева, она выпила один коктейль, другой, третий, четвертый, икру, салат, второй, закуски, первое, второе, потом два дезерта. потом у нее началась работа, и она час провела в туалете. Я подумал, боже мой, где же Олечка, с половиной шпицей, кофе, а на час. Не, ну, если у человека много всего, ему не надо лишнего, понимаешь? И потом я прихожу в ресторан общаться. Понимаешь? Поэтому не хочу. В тебя многое не влезет. Да. И я прихожу в ресторан, чтобы общаться с людьми, а не нажраться на халявах. И потом я говорю, я такой человек, я всегда зарабатывал. То, что я имею, я покупал за свои деньги, а тут халявщики. Вот эта Марина, жена, Чукра, понимаешь, ее установить было невозможно. А я тут в Зеленске. Гуляю на всю катушку, ешь последний огурец. Приезжай, давай мне 60 миллиардов долларов, минимум, я вашу демократию защищаю по всем мире. А теперь этот Макрон. Слушай, Макрон. И ты не хочешь политикового раздовольнять. Слушай, 21% опроволил рейтинг. Он говорит, я собираюсь послать французскую армию защищать Украину. Наверное, пусть он ему говорит, окей, whatever. Do whatever you want, be my guest, no 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 guest, триумфа Наполеона, ему явно покоя не дают. И вот скинут. Даже двух дней. Да, я хочу тебя видеть, слышать. Я говорю, я уверен, что многие люди, которые будут слушать наше небольшое интервью, они будут счастливы слышать твой здоровый, свежий, молодушный, молодой, калифорнийский, с русским акцентом, голос. Так что радуй, береги себя и я надеюсь на дальнейшее творчество.